В Москве на Гогольском бульваре есть скамейка, с которой героиня фильма «Москва слезам не верит» произнесла мотивирующую фразу «40 лет жизнь только начинается». Действительно, как много людей впадает в депрессию после 30-ти, даже термин есть – кризис среднего возраста. А вот на полсотни что должно произойти с вами? Может ли жизнь начаться после этой отметки? Для одного человека, которому отечественное инженерное дело обязано, если не всем, то многим, жизнь как раз-таки началась после 50-ти. У нашего героя было очень простое, легко запоминающееся имя – Августин Хосе Педро Дель Кармен Доминго де Канделярия, Добетанкур и Малина. Ну или просто Августин Добетанкур. Его предок Жан Добетанкур был текстильным магнатом, производил пурпурные ткани, для окраса которых требовались специальные моллюски. Вот ради их добычи он отправился завоевывать Канарские острова, где ни больше ни меньше объявил себя королем. Так что его потомок Августин был королевских кровей. Родился он на одном из прекраснейших курортов Атлантики – острове Тенерифе. Переехал во Францию, был одним из учеников Гаспара Монжа, изобретателя начертательной геометрии. Петанкур рано проявил себя не только на техническом поприще. Например, он окончил Академию изящных искусств в Сан-Фернандо. Получил там в 1780 году первую премию. Спустя 4 года такую же премию получил Франциско Гойе. Только Бетанкур понимал, что механизмы привлекают его гораздо больше, чем кисти и мольберт. Он был ценнейшим кадром испанского королевства, который спроектировал и проложил линию оптического телеграфа из Мадрида в Кадис. Сигнал от столицы до южного побережья доходил за 40 секунд. Этот проект был осуществлен вместе с другом – часовщиком Абрахамом Луи Бреге. Его же товар он продвигал в Англии, став по сути менеджером по продажам. Кстати, весьма успешным. Там же Бетанкур подкупил служащего мельницы, где была установлена одна из первых паровых машин Уатта. После чего смог сконструировать свою собственную. Она использовалась на фабрике во Франции. Англичане обвинили испанца в промышленном шпионаже. А он перед этим женился как раз-таки на англичанке. Это обратило на себя внимание святой инквизиции. Брак с некатоличкой не одобрялся. Также святые отцы считали, что посылать слова по воздуху с помощью оптического телеграфа есть колдовство, идущее от дьявола. Во Франции наблюдался постреволюционный синдром. Уже проявлялась фигура Наполеона. Чувствовалось приближение гражданской войны и в самой Испании. В Англию въезд был заказан. Еще в 1805 году Иван Матвеевич Муравев-апостол звал Бетанкура в Россию. Но тогда испанец отказался. И вот теперь, когда Европа готова была полыхнуть, Августин до Бетанкура Малина, разменявший шестой десяток лет, соглашается переехать в неведанную ему страну. Надо сказать, что Александр I сначала дал Бетанкуру полную свободу действий. Россия находилась в технологической яме. Дороги, каналы, финансы, мануфактуры и так далее, все это требовало нового прогрессивного подхода. И Бетанкур развернулся. Во-первых, он основал Институт корпуса инженеров путей сообщения, первое высшее учебное техническое заведение страны, став отцом, точнее сказать, дедушки нашей инженерии. Абитуриентов набирали с треском. Некоторые из поступавших не имели понятия даже об арифметике. Первые 25 лет преподавание велось только на французском языке. Не было русских специалистов. В советское время вуз назывался ЛИИШТ, Ленинградский институт инженеров железонаружного транспорта. Его окончил мой отец, проработавший всю свою жизнь старшим механиком на финляндском вокзале. Далее по заказу от Бералтейства Бетанкур спроектировал первую в мире землечерпалку на паровой тяге. Изначально он изобрел эту драгу в Англии и даже получил за проект премию от Королевского сельскохозяйственного общества в Лондоне. Но построить ее так и не смог. Осуществить замысел удалось только в России. Вот это поворот. В-третьих, выставил здание экспедиции заготовления государственных бумаг, где деньги печатались, и где большинство оборудования было спроектировано им самим. И надо сказать, что это нанесло непоправимый урон фальшивомонетчикам, потому что ранее поддельной ассигнацией кто только не штамповал. Именно тогда на купюрах впервые появилось изображение двухглавого орла. Перечислять заслуги испанца можно долго. Пушечный литейный дом в Казани. Переоборудование Тульского оружейного завода. Модернизация Александровской мануфактуры. Но в нашем контексте главным деянием Бетанкура стала здешняя ярмарка, после которой Нижний Новгород превратился из городка в город. Пред ним Макарев суетно хлопочет, а Негину Пушкина посещал еще Макаревскую ярмарку. Нужно было переносить ее в другое место, потому что там она постоянно затоплялась, плюс грабежи речных пиратов. Николай Петрович Румянцев долго хлопотал об этом, но когда все его усилия закончились ничем, ярмарку просто спалили. Судя по всему, не без его ведома. Тем самым ускорив ее перенос. Изначальный план разрабатывал петербургский архитектор Андриан Захаров, автор перестройки Адмиралтейства. Но Бетанкур его полностью переработал. Царь пожертвовал деньгами, выделенными на ремонт Зимнего дворца. Учитывая опыт возведения Исаакиевского понтонного моста, тогда он назывался плашкоутным. Бетанкур соединил и здесь, два берега Океи, на плавной переправой. Главным архитектором стал Агюст Монферран. Секретарь Бетанкура Вегель называл его белобрысым французиком. Монферран был также одним из проектов Бетанкура. До приезда в Россию французик действительно имел немного опыта. Но испанец сделал на него ставку, угадав недюжинный талант, и не прогадал. Прогадал он в другом. Бетанкур не назвал Александру Первому окончательную сумму, требовавшуюся на возведение ярмарки. Ему казалось, что царь всегда будет ему благоволить и выдавать деньги на все его замыслы. Но отношение императора изменилось, и конец своей жизни Бетанкур провел практически в опале. А ведь он, несмотря на то, что так и не заговорил по-русски, перенял очень многие русские привычки. Парился в бане, позволял себе с мороза выпивать две рюмочки водки. Катался на коньках. А еще он очень любил котиков и дарил их своей дочери. Нижний до Бетанкура и Нижний после — это два разных мира. Испанец с острова Тенерифе стал инженерным ангелом-хранителем огромной империи, экономический нерв которой оказался здесь, на стыке Оки и Волги. Этот концепт вы можете ощущать до сих пор, если посетите Нижний Новгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова